Лучшее в стране Лучшее в стране И, в общем, мы воспроизводим эти штампы, я бы даже сказал Стандарты Я бы штампы даже сказал Потому что это без какой-то критики Но они есть А мир очень быстро меняется Сегодня, если в двух словах сказать, что происходит Сегодня поколение сменяет друг друга гораздо быстрее, чем когда-либо раньше И пропасть между поколениями при этом еще глубже, чем была раньше Вы имеете в виду ментально, что совсем другие ценности Новые приходят, новые ребята, они по-другому видят, по-другому чувствуют И мы это ощущаем в школе Иногда мы отказываемся про это думать Но нам все напоминает И, по крайней мере, известны те знаменитые люди Которые сегодня стали в мировом масштабе Ну, возьмем хотя бы Джобс Или кто-то подобного рода Они уже в школе учились по-другому Хотя школа была такая же И она осталась за рубежом такая же Но к ней отношение у них другое Они выпадали, впадали Как-то выстраивали свое собственное дело Поэтому сегодня, конечно, ЕГЭ это очень важно Эта путевка в жизнь И чтобы получился результат каждый год Но, с другой стороны, все начинают понимать Что человек должен выйти из школы со своим собственным делом Мы даже поняли, что у нас такой термин Самозанятый Он к другому относится Но если бы вора стали люди самозанятые У которых есть дело жизни И жизнь их как дело Вы имеете в виду, чтобы уже на ранних этапах Понимали, что они хотят Да, и это не в смысле, что я буду пожарником Или я буду космонавтом А в смысле, у меня вообще есть свое дело Гораздо даже еще более специфичнее Весь мир начинает понимать Что человек, у которого есть свое собственное дело Который относится даже к учебе Как к своему собственному делу Совершенно другую энергию вкладывает в это Ответственность другая Другая ответственность Другие усилия Другие возможности И результат другой Ой, это очень здорово То есть, мне так говорили в школе Я не знаю, что-то бы изменилось Но все равно Это другие мысли, что ли Ну, конечно Очень долго это был процесс Когда ребенок выводился в центр Образовательного процесса И становился центром То есть, начиная с 60-х годов В 70-х Когда появлялась и педагогика сотрудничества И педагогик-инноваторы Они все были про это Как учить каждого ребенка без отбора Не ущемляя его достоинства Потому что Мы можем выучить как угодно ребенка Но он потеряет интерес к жизни При этом и будет выполнять То, что ему сказано А сегодня Это отставание Хорошо Вот смотрите Если говорить про столичные школы Москва, Петербург Ну, в частности, столица, может быть, Москва Вот здесь Есть какой-то шаг вперед По сравнению с региональными школами Какая-то вообще какая-то разница Есть столичные школы Средние, общеобразовательные И другими школами в нашей стране Я очень много езжу И вижу, что происходит, естественно, в Москве И в Питере И в других местах Что-то произошло прямо за последние два года Что, по крайней мере, ментально По установкам педагогов, директоров и управленцев Это различие стремительно сокращается Я думаю, что сегодня такой информационный мир Быстрый и доступный Что опыт столичный Одной столицы, другой столицы Других городов, региональных Взаимообмен идет, как никогда раньше Может, мы это не отдаем себе отчет Но все подтягиваются по какой-то очень высокий стандарт Вот не низкий, а высокий стандарт И в этом смысле сейчас заработало то, что говорят Вот мы мечтаем, что когда-то у нас будет такая бигдата Мы на нее будем опираться Искусственный интеллект Блокчейн И это само будет подавать нам решения Или основания для решений, которые будут менять и развивать школу Вот на самом деле на уровне взаимоотношений По количеству конференций По количеству того, что есть в интернете Вдруг появился опыт Он записан, он эксплицирован И сегодня каждый может к нему обращаться И в том числе в Москве Руководитель департамента образования города Москвы Ведет такие открытые эфиры по работе со школой Которые открыты всей стране То есть неважно, где ты находишься Куда ты приезжаешь Все говорят, что мы смотрим то, что делает Исаак Ильич Калина Нам интересно, как это в Москве происходит Поэтому Москва это уже не отдельный остров Куда время от времени приезжаешь Можно быть на связи постоянно Как и с другими регионами Поэтому я бы сказал, что произошло качественное улучшение Понимания школы Хорошо, но я имела в виду разницу Они одинаково как бы существуют школы Или каждая школа это такой свой стартап, авторский проект И они очень самостоятельные Есть в отношении, в понимании школы есть экстремалы И люди более-менее умеренные Я отношусь внутри себя Снаружи я умеренно, а внутри я экстремал И конечно я верю в то, что какой директор такая школа Что директор, если у него авторская позиция есть Если он может объяснить в школе, что делают Это школе в большой плюс Любая авторская позиция В этом смысле сейчас возникли проблемы Потому что как только мы ставим высокую планку в качестве То мы здесь, знаете, простой пример Из другой жизни совсем Из маленьких детей У нас дома красивый вечер Мы все справляем день рождения Наш маленький ребенок, трехлетний Совершенно счастлив празднику И хочет помочь отнести эту замечательную посуду Которую мы по празднику достаем И помыть ее Он хочет помочь Пока несет, разбил И мы кричим, что ты, как Сколько раз тебе говорили, не бери А в целом-то он хотел помочь Ну конечно, привить инициативу И в этом смысле Мы когда очень высоко поднимаем немедленное качество Немедленный результат Мы на самом деле губим возможность развития Поэтому сегодня, сегодня вот эта развилка есть Мы так хотим, чтобы получилось все то, что нужно Да, у нас сейчас небольшая пауза Мы совсем скоро вернемся Я хочу напомнить, дорогие друзья У нас в гостях сегодня вице-президент По стратегическим коммуникациям и развитию корпорации Российский учебник Артем Семенович Соловейчик Джахалиб у нас в эфире И мы вернемся Лучшее в стране На телерадиоканале Страна.ФМ Все верно, дорогие друзья Это программа «Лучшее в стране» В студии Лизы Калинина И я с радостью еще раз хочу напомнить У нас в гостях сегодня Артем Семенович Соловейчик Вице-президент по стратегическим коммуникациям И развитию корпорации «Российский учебник» Главный редактор из Дальского дома 1 сентября Такой серьезный человек у нас А мы говорим об образовании О детях современных О тенденциях, которые происходят в этом мире О наших детях, конечно Потому что мы радеем, переживаем и интересуемся Вы, кстати, можете писать свои вопросы Группу ВКонтакте «Страна.ФМ» И «Ватсап.Вайбер» 909-928-189-9 Всем, кто болеет душой Пожалуйста, задавайте вопросы Мне вот что интересно, Артем Семенович Вы говорите, что система Как бы такая же, какая была Ну, скажем, в советское время, образно Что-то меняется Мне интересно вот что Дети, они От них требуют, чтобы они были хороши во всех предметах, как раньше Ну и это у тебя и биология, и то, и то, и то Или уже ребенку дают такую цель, чтобы он выбрал профиль Ну хотя бы где он лучше Я бы сказал, что все-таки система не такая же Она по виду такая же По виду? Да, но все основания для современной школы Они уже есть И такую метафору можно сказать, что все розетки и подводы Для новой школы уже сделаны, они существуют И вопрос уже выбора Менеджмента школы, управления школой администрации Самих педагогов, как действовать И, конечно, сегодня Прям такая есть фраза Уже нет такой цели стать отличником по всем предметам Это переводная фраза Потому что она во всем мире Вдруг все осознали, что универсальный человек в чем? Если раньше было энное количество знаний Их можно было как-то освоить и быть универсальным То сегодня в принципе невозможно быть отличником во всем Это будет неправда В старой системе можно В новой системе А это не имеет отношения к новой системе Поэтому учить учиться, выбирать свою профессию И большой проект профильных классов И возможность выбирать свое будущее Существует в школах Другое дело, что всякое начинание Оно иногда творчески проходит А иногда все-таки формализуется Как только становится системой То в каждом месте можно покопаться И посмотреть, что с одной стороны профиль С другой стороны, ну какая-то условность И был ли такой уж выбор у ребенка Потому что сколько мы можем предложить И тут очень важно Вот сейчас настал час Х Действительно дать возможность детям выбирать А школе быть такой, чтобы этот выбор поддержать А вот сейчас как идет сотрудничество с родителями непосредственно? Открытый диалог между учителями, родителями? То есть родители как-то принимают участие вот в этих переменах, так скажем? Все больше и больше И даже некоторая от этого опасность для школы существующая Потому что... Демократии много? Ну, демократии много Родители все-таки не профессионалы в этом деле И вопрос это встреча профессионалов с непрофессионалами Но тех, кто радеет за своих детей И тех, кто радеет за школу в целом За всех детей В общем, есть точки совпадения интересов А есть нет Но самое интересное здесь всегда в позитив Где развитие? Сегодня родители в современных компаниях Работают по-другому, чем раньше Это, ну, если возьмем Яндекс или Гугл Или подобные роды, да, Мейл.ру Корпорации огромные Корпорации, да Даже не в том, что они огромные У них стиль другой Это, с одной стороны, мы поддерживаем индивидуальный стиль каждого работника Программист работает, все ему дают, все ресурсы А родители в постоянные коллокумии Постоянные совещания Все собираются Ну и какая-то атмосфера более добрая Поддержка какая-то идет Поэтому коллективная работа, как никогда раньше При поддержке каждого отдельного Персону, личности Для школы это идеальный формат Лучше не скажешь Это коллективная работа Это командная работа Это мы в классе Это мы в группе Это мы в школе Но, с другой стороны, ценность каждого важна Иначе не получится Иначе мир сегодняшний не построить Он очень быстро движется И поэтому родители сегодня приносят в школу Вот эту новую культуру Потому что сама школа такую культуру Она про нее говорит, но не порождает И давление идет снаружи И разрыв сегодня Между тем, что происходит в стенах школы И за бортом школы В общем-то, очень большой Кто-то его осознает, кто-то нет И сегодня школа должна подтягиваться за тем, что снаружи А не наоборот Хотя раньше всегда школа шла впереди Она была в культуре Она вела куда-то Лидером Лидером, да Вот сегодня школе нужно этот разрыв То есть стены раздвинуть Я поняла И для этого есть все Скажите, пожалуйста Вот если опираться на опыт, так скажем, мировой Есть ли какая-то система эталонная Которой стоит стремиться У которой можно учиться Брать пример Или сейчас как-то это все уже нивелировалось Размытые такие понятия В Гарвардском университете Который в Кембридже под Бостоном Есть замечательная такая профессор Сара Лайтфуд Которая написала книгу Ипохальную В 90-х годах она вышла Называлась она Good Schools Good Schools Хорошей школы И в этой книге Половина предисловия Половина описания Кейсов или случаев Хорошей школы В этом предисловии она говорит Почему она назвала Good Schools Хорошая школа А не Perfect Schools А не лучшая Не идеальная Потому что идеальная Это встала Не может быть школа Которая не в развитии Школа такой организм Как и все на самом деле Мы теперь знаем Что это относится даже К заводу кирпичному Сегодня К чему угодно Все стремительно должно развиваться Поэтому Вот такого идеала в мире нет Но есть конечно образцы Поразительные И по устройству И по эффективности И ну у нас нет времени Сейчас на передачи Про них рассказывать Но эти образцы У нас сюда в школу пришли Есть несколько школ Которые сегодня уже Строятся Вот с такими возможностями Да Это Ну вот московские школы Просто плеяда возникла 1 сентября этого года Возникла и старшая школа Вот Хорошкола Младшая была раньше Да И новая школа На Мосфильмовской И школа Ефимов-младшей Сарачевской Или Крудинина В сахозе имени Ленина Да Вот этот уникальный Инженерный корпус И школа Примакова Имени Примакова Вот в Подмосковье И запускается Школа Летова Или такой целый пансион С сумасшедшими задачами Там уже все построено На персонализированном обучении Когда все обучение Строится вокруг ребенка То есть он индивидуум Ну вот он Он и всегда был индивидуум Ну и имеется в виду Что не давит Появились технические Ну раньше я бы и хотел Всех индивидуум сделать У меня 30 детей в школе Ну да И что я буду делать Ничего Сейчас появились возможности Технические И идея перевернутого класса И смешанного класса Когда я могу отправить Ребенка самому позаниматься Прийти и что ты увидел В мировом пространстве С чем ты пришел Давай обсудим критическое мышление То есть появились инструменты Методические и технологические Которые позволяют сделать Чтобы и школа Сахаринская школа И детей было 30 в классе И каждый шел По своему индивидуальному Образовательному пути То есть их сейчас не сравнивают Ну так скажем Вот этот молодец У него 5 А у этого двойка Он глупый Такого нет сейчас К сожалению сравнивают Потому что я же говорю Штампы в нас живут Очень глубоко Ну понятно И сами дети И сами дети еще живут Они хотят оценки получать Ну да Они хотят Все равно какая-то конкурентная среда Если предположим Мы решили что вместе с ребенком сделать Да То я ему не оценку ставлю А мы либо это сделали Либо не сделали Сделали пошли дальше И школа сегодня строится Уже дело не в оценке А дело в том что Я освоил тему Пошел дальше Не освоил Я не получаю тройку Да Ну скажите пожалуйста У нас же все равно Одному нужно 30 уроков Чтобы понять Другому один Значит школа должна уметь это делать И одному нужно 30 на это Да Но в другое Ему гораздо меньше Конечно То есть один весь такой вот Не знаю Гуманитарный А другой весь Точно науки У него там Левое полушарие Да И они друг другу стоят Да В том смысле Ну конечно Они могут дружить И на глазах происходят истории Да Когда человек был совершенно гуманитарный И вдруг стал математиком Гораздо позже Даже после школы Великий математик Раскрылся Потому что изучая языки и лингвистику Он понял что Один из самых точных языков Это язык математики И он уже математику воспринимал как язык А любой математик скажет Что если ты занимаешься математикой И дорос до того понимания Что математика и язык Это высочайший полет В эту предметную область Интеллектуальная деятельность В этом смысле туда можно прийти из филологии Или сегодня Вот замечательная Елена Оралова Которую я не устаю радоваться, удивляться Вот эти школы, которые я упомянул Они все рано или поздно приходят в ее архитектурное бюро Потому что она филолог, не архитектор Но она по сути сделала начинку этих школ Она сделала этих школ и дух педагический И она вот заставила архитектуру говорить педагогически И педагогу через архитектуру Происходит сегодня очень интересная вещь И с такой скоростью Такой симбиоз Да, я приехал в Саратов В школу, вот это было в январе Вошел в школу, которая с 1 сентября запущена Она абсолютно живая Она уже наполнена Она уже уютная Вообще ее стали копать котлован В январе предыдущего года То есть полгода строили Полгода она оживала Вот представленной школой Сегодня мы можем делать все очень быстро Поэтому не останавливаемся Идем вперед У нас вновь сейчас будет небольшая пауза Дорогие друзья Я хочу напомнить Мы выдохнем Говорим сегодня об образовании В целом Вы можете задавать свои вопросы 909-928-189-9 Вот сабвайбер смс И группа ВКонтакте Страна.фм Наш гость сегодня Вице-президент по стратегическим коммуникациям И развитию корпорации Российский учебник Главный редактор Зайского дома 1 сентября Артем Синович Соловейчик Оставайтесь с нами Мы скоро продолжим Программа «Лучшие в стране» В студии Лиза Калинина В гостях у нас сегодня Вице-президент по стратегическим коммуникациям И развитию корпорации Российский учебник Главный редактор Зайского дома 1 сентября Артем Синович Соловейчик Продолжаем говорить об образовании У нас в стране Какие сейчас учебники? Какая сейчас вообще система? Потому что мы столько говорили Об образовании в целом А вот методики Сами программы, учебники Вот что они сейчас представляют у себя? Ну, родители, которые дети ходят в школу Сегодня, а таких очень много И, наверное, много наших слушателей И уж точно все ходили в школу То в основном, увидев учебники Узнают многое из того, что было всегда То есть нет какого-то революционного родителя Каждый учебник Каждый, мы называем сегодня Даже не учебник А вот такая есть аббревиатура Учебно-методический комплекс Потому что учебник сегодня стал больше, чем учебник Учебник столько сервисов предлагается И педагогам И ученикам И родителям Что это вот теперь уже Это целая образовательная среда Каждый учебник И понятно, что мы тоже сегодня Технологии пришли И появляются электронные учебники Электронные формы учебников Совершенно уникальные вещи появляются И они рано или поздно придут тоже В нашу копилку возможностей Которые мы используем в школе И поэтому сегодня мы объединились В российскую корпорацию Российский учебник И туда пришли такие мощные издательства Как Драфа Винтанограф Острель И другие Многие новые линейки вошли в него Потому что мы понимаем Что сегодня только Общим усилием Мы можем создать То, что является Современной образовательной средой Это моя мечта Когда воспитываешь без воспитания То есть такие условия Что ребенок сам воспитывается Никто на него не давит Никто не принуждает Такие методические пособия Что хочется учиться И ты сам учишься То есть ему интересно Да, ему интересно Ему интересно Учителю интересно Все легко поэтому передвигаются Поэтому мы и наши учебники Просто перерабатываем каждый год И предоставляем возможность Да, тут немножко законодательство нам мешает Потому что мы не можем С такой же скоростью Поменять законодательство А у нас все учебники Они должны быть как бы сертифицированы И попасть в федеральный перечень учебников Наши учебники Мы там занимаем самую большую долю 40% сегодня федерального перечня Это учебники корпорации Российский учебник И наши учебники Ну, по крайней мере, мы уверены в них Потому что мы в них вкладываемся И за то время Пока вот существует сейчас текущая перечень Мы уже создали совершенно новые возможности Для каждого учебника И предоставляем в том числе На нашей платформе Лекта Кто не знает Просто так по-английски пишется Лекта Л-E-C-T-A И это тоже возможность И портфель сегодня уже не носить И учебник, который вы приобретаете Вот на этой платформе Он доступен сегодня везде На компьютере На планшете В вашем телефоне В троллейбусе В автобусе Оффлайн Онлайн Это тоже вещь, в которую мы идем Потому что корпорация Она входит в еще больше холдинг Эксмоэсты И такие крупные компании Как Литрес Это наши Вот в нашем кругу Нашей корпорации Поэтому опыт Опыт Невероятный Здесь И вот Хоть и корпорация Существует Не короткое время Но я понимаю Что мы создали условия Для религационного Или эволюционного движения Всей методики Которые есть И наши сегодня Вот сейчас я видел рекламу УМК Учебный Начальная школа 21 века Да, конечно Это передовое То, что сегодня делается И рабочее Это все и в бумаге существует И в электронной виде существует Сегодня может выбирать И учитель, и ученик И почти Во многих школах Сейчас появляются Электронные доски Если даже нет устройств То электронная интерактивная доска Позволяет В полную мощь Использовать то Что мы готовим И делаем В нашей корпорации Поэтому просто Надо запомнить Росучебник Российский учебник Корпорация И поглядывать В нашу сторону Какие есть обновления Мы собрались Я скажу сейчас Вещь, которая, конечно Ну, она для нас важнейшая Для сотрудников корпорации Мы когда собирались в корпорацию И руководство Вот приглашало нас Специалистов И мы собирались В такой сильной компании То у нас был разговор такой А вдруг станет выбор Между педагогическими ценностями И целями, и задачами И корпоративными ценностями Мы вот на какую сторону пойдем? И мы решили Что в этой корпорации Корпорация Российский учебник Всегда будут превалировать Педагогические ценности Я скажу, что Это не значит Что мы Коммерция нас не волнует Да Но выясняется Что когда играешь в долгу Когда строишь Настраиваешь школу на будущее То если ты сможешь Стать неотъемлемой частью Образовательного пространства Если ты делаешь Очень важные вещи Для людей То это будет Безусловно И рынком оценено И безусловно То, что мы делаем Будет долго Вместе с нами И детьми И потом подрастающим поколением И это В результате Мы хотим Мы действительно Нам уже немало лет Мы очень энергичные Мы действительно хотим Повлиять на ситуацию И сделать Нашу школу современной Есть ли это условия Нет условия Если есть Воспользоваться Если нет Создать Мне вот что еще интересно Вот вы сейчас говорите У меня такой отклик Что школа Станет таким Современным Живым организмом Таким Вот правда Как вы говорите Сейчас крупнейшие корпорации Google Mail Яндекс Такие И с хорошим подходом Вот это вот Ваша формула Очень классная Что вроде и команда Но каждый индивидуум Возможно ли это Применить в нашей Огромной стране Где Ну даже ментальность Отличается колоссально От Там дети в Москве Дети в Улан-Удэ Образно Дети в Дагестане И так далее То есть Вот возможно Это все внедрить В наши масштабы Нашего государства Я все время слышу Про вот эту разницу Ментальности Мне просто интересно В регионах Я ее не наблюдаю Это поразительная вещь То есть Как только То есть сельская школа Как только начинаешь Нет Может возможности меньше Какая-то Но как только Начинаешь разговаривать Неформальным Неформализованным языком А человеческим То выясняется Что мы все совпадаем И в целях В понимании детей Другая Другая Что установки Которые мы делаем Часто Сказаны Не человеческим языком Мы в педагогике Должны очень внимательно Слить за тем Какие команды мы даем Как мы управляем Мы специально для этого Кстати корпорация Сейчас поддержала И выпускает Вот Журнал Управления школой Который в этом смысле Миссия портал в будущее Да То есть Вот мы понимаем Что сегодня Управление должно быть Педагогическим Если управляя Не знаю Заводом Да То управленческие решения Это одна Как бы Одна Ипостась Да Или Одна парадигма Да То когда в школе Конечно В первую очередь Интересы детей Интересы детей И дети не кирпичики Из них не складывается Успех школы Если даже на короткой дистанции Мы сможем сложить их так Что они дадут успех То мы не знаем Как по дороге Мы загубили их самостоятельность Наша цель Самостоятельные Энергичные Открытые люди Инициативные Инициативные Да Которые Могут ставить задачи И могут их решать И могут это делать в группе Да То есть в коллективе То есть Вот все то Что наработалось И в прошлом веке И сейчас Оно сошлось Я очень надеюсь Что нашей стране Нужны такие люди Такое поколение У нас сейчас Небольшая пауза Друзья Мы совсем скоро вернемся У нас интереснейший разговор Говорим о молодом поколении Об образовании Которое сейчас Предоставляется Нашим детям Владимир Пресняков Слушает тишину Совсем скоро продолжим Оставайтесь с нами Все верно Это лучшее в стране Это образование Конечно же Что же у нас лучшее в стране В гостях у нас сегодня Вице-президент По стратегическим Коммуникациям И развитию Корпорации Российский учебник Главный редактор Издальского дома 1 сентября Артем Семенович Словичек Я Лиза Калинина Вы можете задавать Свои вопросы Дорогие друзья Заходите в группу Вконтакте Страна.фм У нас уже интересуются Вот родители, учителя Могут ли посещать Какие-то мероприятия Может быть есть что-то В ближайшее время Какие-то лекции Мастер-класс Но чтобы вот быть В тренде Как говорится Что искать Где смотреть Много могу рассказать Но вот сейчас Прямо в эти дни 18 числа С 18 по 21 В Москве На ВДХ В 75 павильоне Пройдет международный Московский Международный салон образования Это уже пятый Это фантазия Фантастика То есть год от года Он развивается У него есть родители Как бы Ну идеологические Да В том смысле Что есть крупнейшие Такие выставки Во всем мире Такие как БЭТ в Лондоне Ежегодная Технологическая Образовательная выставка Такая как Дигдахта Вот на материке Европейском Лондон тоже Европа И конечно Это Сверка часов Смотрины Настолько скрупулезно Выстраивается программа Настолько все хотят показать Вы увидите И регионы И Москву И все возможности То что в будущем Поэтому Просто надо приходить на это шоу Она для всех Она для всех Открыта И для родителей И для учеников И для родителей Это вот на ВДХ Как вот С 18 апреля Как книжная ярмарка Бывает С 18 апреля Со среды И до 21 Очень много интересного Там будет И корпорации Российские ученики Является кстати Стратегическим партнером Этого ММСО Этого салона И Ну Большой пул программы Сделан Вот Сотрудничество с нами Или нами И мы конечно Позаботимся о том Чтобы всем Было важно и интересно И кстати В субботу Как раз будет Родительская программа Сильно на это будет Ударение Поэтому Когда мы не идем на работу В субботу Можно прийти И посмотреть Что хотели бы Подобрать для своих детей И школы себя покажут И лагеря И зарубежные поездки Это стандартная вещь Но именно Идеология Содержания Современного Нового образования Персонализированного Персонифицированного И новый педагог Я должен сказать Что мы когда Корпорацию создавали Мы поняли Что нам сегодня Не только новые учебники делать Не только что-то Конечно Это раньше была не наша забота Но нам И растить И самих себя И растить педагогов И мы запустили Огромную программу По переподготовке По подтягиванию По помощи педагогам По всей стране Которую тоже на нашем сайте Можно увидеть И педагоги уже Многие к этому обращаются И в этом залог Что инновация Педагог Ребенок Результат Снова инновация Обратная связь И вот эту Обратную связь Мы выстраиваем И через наш сайт И через то Что мы сегодня Как корпорация Ежегодно Вживую Доходим В нашем продвижении До 150 Почти 150 тысяч Педагогов в стране Никто кроме нас Такое не может делать Нам нужно разговаривать С одной стороны интернет С одной стороны Очень популярный И можно разговаривать Но Мы понимаем Что цифра Она нужна Там где нужна цифра Но никто не заменит Педагога Никто не заменит Прямой передачи опыта Потому что Эмоциональный интеллект А не интеллект Потому что Мотивационная часть Очень важна Важно Что пока мы разговариваем У ребенка Крутится там что-то внутри И он начинает Нащупывать Понимать Свою сферу Свою жизнь А я как педагог Умею слышать Как у него вращаются Там внутри Его собственные механизмы Да И помочь ему Где-то вот Сфокусироваться Что такое сделать Поэтому конечно Это живой взаимообмен И вот то что В мире сейчас появляется Интернет С эффектом присутствия И это возможно Через скайп Или подобные программы Это тоже Когда вебинары Когда мы можем В прямую работу С детьми Поэтому Но Вы начали с того Что куда пойти Родителям Да Я сказал прямым словом Но я вам скажу Что такое количество Возможностей И в Москве И в других регионах Но самое интересное Сегодня В передовых школах Появилось Я вам скажу Если в вашей школе нет Идите И потребуйте И требуйте Да Вы знаете о своих правах В передовых школах О которых я даже сказал Вот сегодня упомянул Какие-то В них Открыли Лекториум Для родителей Вечерний Ух ты И вот ровно то Что сейчас проходят Ученики Вот в школе Например Евгения Онегина Или учатся складывать Вот это Учителя Вечером Родителям Это же рассказывать Не для того Чтобы помочь Делать задание А для того Чтобы расширить Ту рамку разговора Который будет дома Ну да Чтобы не были на одной волне В этом смысле Как Евгения Онегина В классе Это одно преподавание А когда со взрослым Разговариваем Мы разговариваем На выдохе На полном вдохе Что называется Да И сразу становится интересно Когда ученик Домой приходит Наш ребенок И со мной Говорит про Евгения Онегина У меня уже концептуально Какая-то открытая Да Я что-то вспомнил сам Я увидел какие-то фразы Очень важные И нам становится интересно Всем Поэтому такие вот Родительские лектории Внутри школы Так они потом еще выучат Поэмы И будут параллел Конечно Конечно То есть Сегодня Есть воздух Есть пространство Есть возможности Быть единым организмом Школа Учитель Ученик Родитель Да Это уже единый Да И это не просто Как мы говорили раньше Это клуб Это центр Чего-то там Для культуры Это настоящее Такое Вхождение В портал в будущее Да Я хотела бы еще раз Сакцентировать Ваше внимание То есть С 18 апреля Состоится Масштабное мероприятие Приходите Масштабнейшее Книжные ярмарки Книжные ярмарки Которые приходят В тот же самый павильон Крупнейший Который весь развернулся Под образование Старт 18 апреля 18 апреля Утром в 10 утра Так что приходите Не упустите Я уже посмотрела программу Там как раз очень много Ну такого Про себя даже Родителям будет интересно Вы выбираете ММСО Московский Минературный Салон образования 2018 Вы найдете программу И вы Она огромная Говоря языком подростков Монстрическая Крутая Крутая Да Ну она большая Там много Вы можете найти И вот я сам жалею Что я во многих Программах Я или веду Или участвую И в этом смысле Не могу побывать на других Да Приходится делать выбор Посмотрим Умение делать выбор Это одно из главнейших умений Которым должна учить школа Вот 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 у нас остается буквально Две с половиной минуты Давайте об этом поговорим Учит ли сейчас школа Делать выбор И расставлять приоритеты правильно Чтобы делать выбор Нужно несколько вещей Нужно во-первых Чтобы ребенок был смел Достаточно Чтобы выбор делать И чтобы у него были Какие-то основы для выбора Не все ответственные за это Чтобы были варианты Потому что если нет вариантов Какой выбор То есть должны быть возможности Ой иногда ее надо Чтобы он был меньше Чтобы не расставляться Чтобы не расставляться Потому что когда войдет Большую жизнь То жизнь ему будет предлагать Разные варианты Конечно даже читает Вузы какие Ну и бывают варианты такие Ну хорошие И назовем нехорошие Да И часто мы соскальзываем И оказываемся Все не в том мире Который мы предполагали Как родители предполагали Поэтому сегодня Вот задача образования Во всем мире В два слова записали Два слова Которые полностью покрывают Все что должно быть образованием Я люблю такие фразы Точные, не точные Понятно что некоторые Утрируют Но они есть по-английски И по-русски тоже Voice and choice Голос и выбор То есть у каждого ребенка Каждого человека Должна быть возможность Сказать что я думаю Понимать Разговаривать Высказывать И должен быть выбор И умение делать выборы Ставить приоритеты Поэтому если мы Вот такие компетенции Воспитываем в каждом В наших детей Если мы выращиваем Самостоятельного человека То то что он не успел Сделать в школе Он доберет потом У него будет мощь У него будет взрослость У него будет умение Возможности Возможности Желание И сегодня мир Представляет такие возможности Наши города преображаются Может быть не везде Но будут преображаться Потому что сегодня И главное что мы идем в мир И нас этим пугают В котором исчезнут профессии И исчезнет что-то новое Но не только исчезнут профессии Потому что будут другие А в том что Ну Нас не смогут уже занять всех Поэтому говорю про самозанятых У нас наступает новая эра В которой у нас будет Красивая дворянская жизнь В которой мы каждый можем выбирать Что мы делаем И в этом смысле Очень важно быть такими людьми Которые не обрушиваются Когда им не предлагают дело А приходят в это дело В этот мир Со своим делом Задают его Создают и делают И всем будет пространство для этого Спасибо вам огромное За интереснейший разговор У меня безумно было интересно Жалко Не так много времени у нас осталось Друзья Хочу напомнить В гостях у нас сегодня был Вице-президент по стратегическим коммуникациям И развитию корпорации Российский учебник Главный редактор Издательского дома 1 сентября Артем Синович Солович Приходите еще Ждем в гости Потому что вопросов у меня еще На три часа Как минимум Приглашайте С удовольствием Приглашаем уже Спасибо огромное Спасибо Лучшее в стране Лучшее в стране